Айкос, устройство для нагревания табака, новомодное увлечение курильщиков всех возрастов, включая тех, кто не достиг 18. Стильные штучки, по дизайну напоминающие айфон вкупе с дорогой шариковой ручкой, позиционируются производителем как менее вредное изделие по сравнению с табаком. Суть в том, что табак в процессе курения не горит, а нагревается. На самом деле, процесс нагревания не делает табак менее вредным. Несмотря на предупреждения врачей и совсем недетские цены, реклама и успешный маркетинг привели к тому, что Айкосы сегодня продаются повсеместно. В больших торговых центрах купить устройство можно совершенно свободно. И не только купить, но и протестировать. Из-за того, что Айкос по какой-то непонятной причине не считается сигаретой, курить его по закону можно даже в общественных местах, чем тусящая на крылечках молодежь активно пользуется. Но одно дело, когда тебе уже есть 18, и совсем другое, когда никотиновую грелку приобретает ребенок. Поставить заслон нагревательным устройством в части продажи их несовершеннолетним решила областная прокуратура. В августе прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в региональный парламент законопроект, вводящий штрафы за продажу Айкосов детям и подросткам. Законопроект обсуждали на последнем заседании Думы, и на нем же его и приняли в первом и втором чтении. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Оценка регулирующего воздействия законопроекта, похоже, оказалась сущей формальностью, а ведь без такой оценки он не может быть принят. В законе Саратовской области от 24 февраля 2016 года говорится, что все нормативные акты, которые принимаются в области, должны проходить общественную экспертизу. Мнением общества о продаже Айкосов прокуратура поинтересовалась или сделала вид. В экспертную группу по оценке законопроекта вошли весьма разношерстные компании – ювелиры, мебельщики, строители, коммунальщики и представители иных отнюдь нетабачных профессий. Мебельная фабрика «Мария», «Облкоммунэнерго», сеть ювелирных магазинов «Занзибар», группа компаний «Лепта», «Ростехинвентаризация». В представлении прокуратуры это и есть специалисты по Айкос. Депутат Сергей Курихин попросил присутствующего на заседании зампрокурора области Павла Мельника уточнить, какое отношение к оценке регулирующего воздействия имеют все эти компании. Но господин Мельник предпочел перевести ответственность за столь странный выбор экспертов на Минэкономразвитие, которое, в свою очередь, сослалось на московскую организацию – Агентство стратегических инициатив. Агентство стратегических инициатив по протяжению новых проектов – это некоммерческая организация, которая находится в Москве. То есть они предоставляют сведения участников. У них есть свой ресурс, у них есть своя площадка, они общаются, так скажем, с инициативными гражданами нашего региона. Список приходит к нам, и мы с ними уже общаемся в электронной виде. Соглашение, которое у нас подписано со всеми общественными организациями, мы с ними работаем в прямом контакте. Эксперты ОСИ, мы не можем их заставлять, это их добровольное право. Согласно документам, публичное обсуждение законопроекта проводилось уполномоченным органам с 19 сентября по 7 октября. Однако ни один из экспертов, опрошенных нашей съемочной группой, в нем не участвовал. И не просто не участвовал, а даже не знал, что попал в эксперты. Для большинства озвученная нами информация об отведенной им роли общественных помощников государева ОКО стала настоящим сюрпризом. Андрей Владимирович, вы в курсе, что вы вошли в экспертную группу по обсуждению законопроекта о продаже устройств для нагревания табака для несовершеннолетних? Я вошел в общем, мне интересно, кто мне туда мог включить в экспертную группу. Я первый раз об этом курс. Никто меня не приглашал. А вам близка вообще эта тема продаж? А вы курите? Да, я курю. Гареты, никакие электродные даже не курю. Деятельность моя с этим никак не связана. Хорошо, что хоть новость не скажешь. Честно вам скажу, удивлял. Владимир Валентинович, вы в курсе, что вы вошли в экспертную группу? Первый раз слышу. Вообще я даже не знал про эту тему. Мне вообще не интересно, я не курю. Я не видел с глаза его, поэтому как я могу комментировать, потому что я не видел и не слышал. Наверное, извините меня, ладно? Просто я говорю, я вообще не в этой теме. Владислав Игоревич, мы снимаем сюжет по поводу законопроекта о том, чтобы штрафовать всех, кто продает детям Айкосы. А вы в курсе, что вы вошли в состав экспертной группы? Вас не извещали об этом? Пока нет. Может, в отпуске было не успели. Я только вышел второй день. Может быть, у меня где-то сейчас все на почте или документально есть, надо разбирать, смотреть. Слепой метод рассылки привел к тому, что в эксперты попали и те, кто на эту роль совсем не годился. Хозяйка ювелирного магазина «Занзибар» госпожа Прокофьева даже не могла понять, по какому поводу ее тревожат журналисты, и поручила общение с ними своему менеджеру. Нахожусь на рабочем месте и занимаюсь прямыми профессиональными обязанностями. Вы меня сейчас отвлекаетесь и тратите мое драгоценное рабочее время. Какой у вас вопрос? Вашего руководителя включили в состав экспертной группы по оценке законопроекта областной прокуратуры. Мы хотим с ней пообщаться и взять у нее комментарий на эту тему. Обращались ли к ней, уведомляли ли ее, знает ли она о том, что она вошла в состав экспертной группы. Информация последняя, больше информации не будет. Наш руководитель не будет ничего обсуждать с вами конкретно. Все, что я могу вам сказать. Порошу, на этот номер, пожалуйста, не звоните, он нам нужен для наших рабочих целей. Мы сейчас занимаем линию и мы теряем в это время клиентов. Поэтому здесь и ничего не могу вам, ничего никак не могу помочь, к сожалению. Есть в этом деле и другие казусы. О том, что рассылка уведомлений осуществлялась автоматически, говорят фактические ошибки и несоответствия в документе. Так, Роман Воронков, который указан в списке директором саратовского филиала компании «Ингострах», в нем, как выяснилось, давно не работает. Бывший министр промышленности области Сергей Лисовский в списке экспертов по нагревательным устройствам присутствует в должности, которую давно не занимает. О своем участии в законопроекте прокуратуры господин Лисовский не знал. Ну, спасибо, что я узнал от вас об этом. А как обычно происходит, когда вас привлекают к обсуждению какого-либо законопроекта? Меня не раз привлекали, то предупреждали или приглашали на заседание, на котором говорили, какая повестка, суть законопроекта. Ну, к этому, естественно, подготовишься, свои мысли приведешь в порядок. Но здесь ничего не было. Ну, а насколько вам вообще блистает эта тема оборудования, курения? Я не сторонник запретительных мер, да, но в таком важном вопросе считаю необходимым два условия. Первое – это широкое обсуждение с гражданским обществом этого вопроса. И второе – это глубокие медицинские исследования, потому что до сих пор влияние, противоречивые данные о влиянии нагревательных устройств на здоровье человека. Ну, в данном случае идет речь о несовершеннолетних и несовершеннолетнем я за запрет. Единственным, кого заочное посвящение в эксперты не удивило, оказался бывший замминистра экономики области, а ныне советник министра Александр Ульянов. Он считает, что закон о штрафах за продажу нагревательных устройств нуждается в доработке. Однако его мнение на этот счет никто не спросил. Вот этот законопроект все равно половинчатый, потому что вообще спасти эти нагревания табака, как они сейчас бывают, что они вредны для здоровья и, например, за рубежом уже достаточное количество смертей от этого накопилось. Потому что там вот в этих добавках присутствуют вредные для некого организма вещества. Там есть доза табака и привыкание получается. А если курящий переходит на это, то все равно не освобождается от запасной зависимости. То есть там многоплановые вот это исследования были и ничего хорошего это не дает. У меня тут школы рядом, они, когда выбегают на перемену, то у некоторых есть вот эти вещи. И дает попробовать там брусок, и каждый пробует на вкус, ну, одну штучку, то другую, там разные практики. Генеральный директор мебельной фабрики Марии Ефим Кац о своем включении в список оценщиков законопроекта узнал от нас, но от комментариев по этому поводу отказался. Не в курсе событий оказался и председатель Совета директоров Лепты Яков Стрельцин. Значит ли это, что никакого реального обсуждения законопроекта прокуратуры о байкосах на самом деле не было? И что оценка регулирующего воздействия закона была неэффективной? Своё мнение на этот счёт у председателя торгово-промышленной палаты региона Алексея Антонова. Я бы уже не говорил, что это анекдот, но это формальное отношение к делу. Есть список предприятий, автомат там рассылается, что пришло, что не пришло. А вот здесь я тогда задаю вопрос, а насколько важны такие заключения, если вы так рассылаете, насколько они вообще вам важны для этого дела? Может, просто федеральный законодатель решил, что оценку регулирующего воздействия нужно сделать. Вот так-то, так-то, так-то. Есть такой порядок. Ну, решил он и решил. Мы сейчас это, мы выполним это, да? А вот как выполним? У меня задаются вопросы. Мы что, во всех вещах так относимся к этому делу? Ну, вот как, допустим, прокуратура. Ну, штрафа не определили. Ну, это благое дело. Да что там заниматься этим вопросом? Ясно и понятно, что его надо принимать, детей нужно огородить, да? Но если мы здесь так решили, значит, мы где-то в другом месте так решим. И мы тогда теряем вот этот весь смысл, да, общественной экспертизы. И поэтому качество законопроектов у нас, как правило, очень на низком уровне. Это не есть хорошо. В нашей области есть много примеров того, как самое, казалось бы, благое начинание оборачивается имитацией. Но надзорный орган, выступающий с законодательной инициативой, на имитацию не имеет права. Ведь это тот случай, когда закон должен соблюдаться от и до. Если даже в такой морально и законодательно безупречной теме, как здоровье детей, наблюдается непрофессионализм, что говорить о других, гораздо более спорных, инициативах ведомства Сергея Филипенко? Какую экспертизу проходят они? КОНЕЦ КОНЕЦ